Выставка «Рисуют дети» прошла большой этап становления. Из небольшой городской со временем переросла в международную. В этом году на вернисаже представлены работы юных художников из Беларуси, России, Польши, Казахстана. Творческие работы участников выставки по своей тематике посвящены Брестской крепости. Особый интерес вызывают работы мастеров карандаша и кисти, которые живут далеко от Бреста, изучили и знают ее героическую историю. Мы считаем, что нынешней выставкой наша акция не заканчивается. Мы будем рады видеть работы ребят в течение года. По крайней мере, до следующей акции, потому что она, как вы уже обратили внимание, у нас ежегодная. Мы приворачиваем ее именно к Дню защиты детей. И, наверное, важно, что ребята из разных стран к этой теме имеют какое-то отношение. Знаменательно, что открытие шестой выставки совпало с днем рождения мемориала. За годы проведения творческой акции в проекте приняли участие около полутысячи человек. Работы, прежде чем попасть на вернисаж, проходят строгий конкурсный отбор. И только лучшие украшают выставку. Работы Оксаны Носкова, воспитанницы Центра дополнительного образования детей и молодежи, в этом году получила специальный приз. Оксана решила, что в следующем обязательно поборется за призовое место. Я долго ходила по Брестской крепости, искала, что нарисовать. И как-то вот просто, хоть оно не примечательное, просто старые казармы, но мне так понравился вот этот вид. Он что-то тронул в душе, что я решила его изобразить. Я думаю, я смогла передать то настроение, которое просветствовало в данный момент. В рамках экспозиции творческих работ «Рисуют дети» открылась экспозиция иллюстраций из Деника Миллера, автора знаменитого мультфильма про крота. Милый и всеми любимый кротик весь год путешествует по городам Беларуси и, наконец-то, доехал до Бреста, чтобы поделиться добротой и искренностью, которую вложил в своего известного персонажа художник-аниматор. Эти мультфильмы интересны не только детям, а, конечно же, и взрослым. То есть, как бы, и несут такую хорошую иронию и юмор, именно добрую иронию и юмор. И, вы знаете, я скажу, что если мой старший сын помнит, то, конечно, моя маленькая дочь, которой 5 лет, этого не помнит. Но, вы знаете, когда я рассказал, что я буду открывать эту выставку, и мы ее привезем в Брест, ее настолько заинтересовало это, и каждый вечер, уже на протяжении нескольких вечеров, она скачивает с интернета этот фильм, мультфильм, и смотрит серию за серией. Как с Деник Миллер, так и юные художники выполняют одну миссию – противостоять страданию всеми силами, всем своим талантам. Возможно, потому в каждой работе, как состоявшегося художника-мультипликатора, так и начинающих мастеров кисти, есть изюминка, которая обязательно задевает струнку души зрителя. Несмотря на то, что тематика работ – история героической крепости, юные художники доказали, что чувствуют вечность и в то же время остаются современными. Мастера кисти любят жизнь, и через призму художественных творений доказали, что она прекрасна.